такой красоте для проверки 12 метровый просто мне нужно быть уверенным что ну допустим тут три метра вот 6 . и 5 тут просто Сейчас я перемещу эту информацию в узле на место, значит тут 8, чтобы по иксу 6 применить. Добавляю стержень, с учетом промежуточных условий разбиваю. Я просто назначу тут быстро один тип профиля, любой небольшой. Спасибо. 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 Допустим, загружение создам одно какое-нибудь, например, 2 тонны на метр. Просто для проверки. Собственно, вес будет, например, набрать. Смотрим усилие. А, нет. Видите? Тут тоже 0. Значит, у вас правильно. Правильно. Растягивается. А нагрузка не нужна? Нет. Видимо, значит между этими расчетными схемами есть разница и эти стержни тем не менее оказываются нулевыми. Если мы хоть чуть-чуть, допустим, сейчас чуть-чуть изменим, хотя бы какую-то придадим кривизну. То есть, ну, например, там у нас вот 6 Z, вот мы отведем 5.8, то сразу же они должны стать не нулевыми. Вот мы чуть-чуть кривизной зададим. И они должны стать не нулевыми. И что такое? Сейчас сразу они должны не нулевыми быть. Должен появиться маленькое усилие в них. Вот, видите, маленькое усилие в этих стержнях появилось. При обычной прямолинейном очертании эти подвески оказывались нулевыми. как только мы нижний пояс меняем. То есть, в вашей схеме в той правильный расчет, судя по всему. Криво.